Съемочная группа Видеопольского телевидения сегодня решила провести небольшой рейд по торговым точкам, магазинам коммерческой торговли и магазинам кооп-торговли и проанализировать тенденцию цены на определенные виды товаров. Сегодня мы будем покупать в основном сахар, но не поленимся посмотреть на другие товары. Уважаемые телезрители, мы с вами находимся в магазине номер 10, в народе его называют дежурный. И рядом со мной стоит продавец этого магазина. Представьтесь, пожалуйста. Иванова Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, на продукты, на разные продукты, разные цены, каким образом устанавливается цена? На хлеб и хлебобулочные продукты мы получаем сразу с нашего хлебозавода продукции. И на хлеб цену нам сразу дает хлебозавод. На пряники и на макаронку мы налаживаем свое наложение. А вот еще крупы, горох, манка? Горох, манку, крупы мы получаем по оптовым ценам и налаживают свой процент. Вот эта вот торговая наценка, она колеблется в каких пределах? И вы можете сделать, положим, минимальную или максимальную? От чего это зависит? От спроса покупателей. Мы смотрим примерно, чтобы цены были во всех магазинах одинаковые. Ставим такую цену, чтобы товар пошел. И еще, Валентина Николаевна, если вы говорите, что цены во всех магазинах одинаковые, то есть это имеется в виду и коммерческие магазины? Можно ли сказать так, что вы ориентируетесь по цене на коммерческие магазины? Ну, мы стараемся, чтобы товар примерно был в одинаковых ценах, чтобы мы могли бы его продать. Являются ли коммерческие магазины той гранью установления цены для магазинов кооп-торговли? Ну, как сказать, являются. Они не являются для нас раненными, но просто для того, чтобы мы могли продать товар, мы стараемся, чтобы у нас товар не был дороже, чем у них. Я благодарю вас. Уважаемые телезрители, в дежурном магазине хлеб стоит 62 копейки, манка стоит рубль 10, да, 1 гривна 10 копеек, и горох 95 копеек. Это к сведению. Сейчас мы находимся в магазине частного малого предприятия «Виктория». Рядом со мной стоит... Представьтесь, пожалуйста. Дмитриенко Валентина Леонидовна, замдиректора. Замдиректора Валентина Леонидовна. Нас интересует тенденция цены, ее изменение, колебания на определенные виды товаров. С чем это связано? В принципе, цены у нас остались старыми еще. То, что мы закупаем по поводу повышения цены, если закупка новая, значит, цены, естественно, повышаются. Повышаются ли цены товаропроизводственного, отечественного производства? Нет, пока не повышались. Мы закупаем пока по старой продукции. В дежурном магазине нам сказали, что ориентация цен в магазинах коопторговли происходит на коммерческие магазины. С чем это связано, как вы думаете? Я даже не знаю, с чем они ориентируются, но мы сами по себе работаем. Вы лучше изучаете спрос потребителей? Да, у нас процент... Накрутки маленькие, 15% в основном, но все, и все, мы работаем сами по себе. Еще Валентина Леонидовна. Зависит ли цена вашего товара от роста американского доллара? Если да, если нет, то почему? Допустим, если товар коммерческие фирмы, импортный товар, да, зависит, наверное, потому что у них закупки дороже. Мы пока не берем его. Сейчас будем работать с заводами только, украинскими. Я вижу, у вас ассортимент немножечко оскудел. С чем это связано и, в принципе, какой товар не поступает к вам и к потребителям? Консервы. Они прибалтика. Они, естественно, дорожают сейчас. Мы их не берем, это остатки у нас по старым ценам. Что еще? Ну, украинский товар по старому, детское питание, малыш по старым ценам. Этот мы не закупали, он еще пока тоже по старым ценам. И срок годности их? Срок годности... Нормальные еще, да. У них сроки годности большие идут, да, и ненормальные вполне. А вот я смотрю, конфеты. Конфеты, кондитерская фабрика, вчера были у нее, тоже поднимают цены, не знаю, как дальше будет. Но будем брать пока. То есть изменение цен будет? И довольно-таки часто, уже два раза было по дорожанию. Это, наверное, ощутимо. Ну, брать будем, потому что все равно они дешевле, чем импортный товар. По-любому. Валентина Леонидовна, а вот как происходит сама наценка? Если, предположим, вот я вижу, сахар стоит 1 гривна 50 копеек, да? Сколько процентов у вас идет на наценку? 12-20 процентов, не больше. То есть, например, если продукция стоит 1 гривна, то у вас она будет стоить гривна 15, гривна 20, да? И еще, получается сахар 75 гривен мешок. На оптовом промрынке он стоит 56. Каким образом такая разница? Допустим, если мы берем продукцию Акаржа идет, у них идет, наверное, своя цена, мы набрасываем свою цену. Вот и получается, я не знаю, где они берут сахар. Мы у них берем. У них это на заводе Акаржа? Да. Спасибо вам за интервью. Уважаемые телезрители, к сведению, манка стоит 1 гривна 50 копеек, горох 90 копеек за 1 килограмм. Мы находимся на рыночной площади, и рядом со мной стоит предприниматель. Нет, я реализатор. Вы реализатор, представьтесь, пожалуйста. Меня Вася зовут. Дмитрий Васильевич. Василий Васильевич, цель нашего сегодня рейда прослеживает тенденцию цен на различные виды товаров. Дело в том, что мы сейчас прошлись по базару, по рынку и увидели совершенно разные цены на одни и те же товары. Вы нам не скажете, с чем это связано? Ну, с чем это связано? Связано с тем, что кто раньше успел закупить там, у кого заготовки и старые, еще старые товары. Вот в данном случае масло рама, у вас стоит 4 гривны, несколько контейнеров влево, оно стоит 3,70. Почему такая разница в 30 копеек? Потому что тут и германская рама, а там польская. То есть зависит от производства, да? А еще... Если выходит, то тоже отпускают цену на нее. Василий Васильевич, а цена на отечественные товары поднялась, изменилась, опустилась? Или же у вас преобладает товар, я как вижу, в принципе, импортного производства? Да, у нас товар в сущности импортного производства. Но на советский товар, на сыр и так осталась цена, масло тоже самое осталось, майонез. Не меняется, да? Ну, чуть-чуть так, и все, в сущности. Это связано с закупками, с затратами, или же это связано с ростом американского доллара? С чем? Связано с ростом американского доллара. А какая зависимость? Ведь закупается товар за гривни, ведь даже и вы, или же другой предприниматель, ведь он закупает товар за гривну на оптовом рынке, или же в магазине оптовой торговли? Это все на оптовом рынке закупается, такие цены на оптовом, такие... Ну и у нас, соответственно, там небольшая... Наценка? Наценка какая? Ну, там маленькая совсем наценка. А мы сейчас практически торгуем с такие цены, как на оптовом. Даже есть окорочка, вот, допустим, там 5,40. А у вас? А у нас 5 рублей. 5 рублей. Еще старые эти вот, так же. Хорошо. Спасибо. Ну, а чего вы отталкиваетесь, устанавливая эту наценку? У нас, нам устанавливают хозяина, мы как реализаторы только продаем. Ну, а хозяина чего-то же отталкивается? 10%, 20% от оптовой цены? Скорее всего, что от процентов. Я смотрю, у вас аллейна стоит 4 гривны 50 копеек, да? Мы немножечко прошли туда вперед и видели эту аллейну за 4 гривны 20 копеек. Ну, я же опять повторяю, что тут, скорее всего, сам хозяин устанавливает цену из-за счет того, что он боится прогореть. И поэтому я даже не могу вам. Дело в том, что... Получается, что тут все-таки рынок работает. Кто меньше дал, люди берут. Кто больше дал, все-таки от чего-то это зависит. Дело в том, что высокие цены, они очень сильно отражаются на покупательной способности населения. А также они отражаются на нас. Если у нас раньше был оборот больше, то теперь он меньше. За счет этого мы получим и меньшую зарплату. У нас это тоже отражается. Почему такая существенная разница в ценах? Я думаю, что помочь потребителю разобраться в сложившейся ситуации и ответить на вопрос, не обманывают ли его, смогут контрольно-ревизионное управление, налоговая инспекция или же управление по вопросам экономики и собственности.